Почти 2 миллиона рублей составляет перерасход средств по дому 10 улицы Олимпийская в Кировске. Управляющая компания выполняет ремонтные работы, устраняет недостатки. Но из-за низкого тарифа по оплате на содержание и ремонт жилья убытки не могут быть покрыты. Еженедельный коммунальный объезд сотрудники администрации Кировска начали с дома 10 по улице Олимпийская. И первая проблема видна невооруженным глазом. Складирование снега у отмосток дома, что в паводах грозит подвалу затопление. Но этот недостаток обещали исправить. Еще проблема – низкий тариф 19 рублей 73 копейки. Не покрывает расходы управляющей компании и долги населения. Есть квартиры, которые должны по 54 тысячи. По-моему, тут 3 или 4 квартиры. Остальные квартиры есть по 17, по 8 тысяч. И еще здесь хочется сказать, что 16% здесь нет счетчиков в квартирах. То есть, скорее всего, квартиры сдаются? Конечно, горнолыжный курорт, что вы хотите. А между тем, оплата перерасхода ложится на плечи всех жителей дома. Поэтому, если ваши соседи сдают жилье, то соседи вправе обратиться в администрацию города. Спускаемся в подвал. Состояние его удовлетворительное. Работниками управляющей компании проведена серьезная работа. Восстановлена система канализации. Изоляция на системе отопления. Есть много положительного по тому, что сделано по электрической части. То есть, у вас видно, что свежая электропроводка сделана, освещение. То есть, можно обслуживать в любое время. Ну и хотелось бы услышать от вас планы на 2019 год по текущему обслуживанию. Насколько я понимаю, есть замечания от жителей по кровле и по швам. В летний период мы запланировали частично сделать кровли. Частично сделать герметизацию стеновых панелей. Частично. Ну и у нас еще есть такие проблемные подъезды, где можно косметический ремонт сделать. А вот сараи в подвале дома 23 по улице 50 лет Октября удивили многих. Они закрыты на замке и, видимо, использовались жителями. Состояние же подвала хорошее. За выполнением всех работ внимательно следят члены совета дома. И для них непонятно, откуда взялась корректировка по отоплению. 50 рублей из метра квадратного. 50 рублей. Вот мы тоже не знаем, почему она была. Это нехорошо. Мы не знаем, почему она была. Это очень странно. Потому что у нас швы промазаны во всем доме. У нас два года подряд выбор электросеть. Молодцы, хорошо работает компания. По текущему ремонту, во-первых, у нас планируется по сетям. Замена запорной арматуры есть частично, требуется. Тепловой мозг тоже в обличке необходимо нам менять. Дальше снег стаят, нужно посмотреть отмостка вокруг дома. Управляющей компании просьба оказать техническое содействие, помощь по специалистам. Для того, чтобы у нас при таком вот содержании, обслуживании не было у нас корректировки. В подъездах чисто и уютно, хотя косметический ремонт и замену окон проводили 7 лет назад. Председатель совета дома Надежда Макрушина отмечает, что это заслуга всех жителей, которые берегут общее имущество. Продолжение следует... Продолжение следует...